Дорогие друзья, большой-большой привет! Сегодня у нас чудесный веселый рецепт. Это новогодние печенья с предсказаниями. Давайте повеселим и порадуем наших гостей в новогоднюю ночь. Отделяем белки от желтков. Всего нам понадобится 3 белка. Вот ингредиенты теперь все подготовлены. Теперь берем небольшую миску и смешиваем здесь сухие ингредиенты. Я добавляю сюда 80 грамм муки, 80 грамм сахарной пудры. Причем сахарная пудра у меня еще и с ванилью. Поэтому если вы отдельно ваниль добавляете, то тогда ее отдельно добавляем сюда же. Столовую ложку кукурузного крахмала. И тщательно объединяем все сухие ингредиенты. Возвращаемся к белкам. Белки немножко взбалтываю. Можно воспользоваться миксером, но не очень долго. Вот достаточно, чтобы просто пена образовалась. И сюда я вливаю 50 мл подсолнечного масла без запаха. И еще раз очень тщательно все перемешиваем. Осталось только объединить сухие и жидкие ингредиенты. Добавляю сухие и размешиваем. Замешиваем тесто без комочков. Тесто будет довольно жидким. Вот в итоге получается такое льющееся тесто. Духовку уже можно ставить разогреваться на 180 градусов. А пока подготовим противень. Я застелила его пергаментной бумагой. И с обратной стороны нарисовала вот такие кружочки. Вот если здесь видно, они просвечиваются вот таким стаканом. Обвела он у меня диаметром 8,5 см. Я сделала всего 4 кружочка. Буду выпекать по 4 печеньки. Потому что очень быстро нам нужно будет их свернуть, пока они горячие. Иначе потом уже это сделать не удастся. Поэтому вот нужно такими маленькими партиями выпекать. Теперь набираем столовую ложку. Даже не такой, не совсем полную. И распределяем по кругу. Так и аккуратненько теперь. Чтоб примерно было ровно. Вот еще хотела сказать, что очень зависит от самой пергаментной бумаги. Поэтому, если вы сомневаетесь, прилипнет или нет, тогда лучше смазать сливочным маслом. Или, например, смазать сливочным маслом сам противень. И присыпать мукой. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, буквально на 5-8 минут. Краешки должны чуть-чуть подзолотиться. И тогда печенки будут готовы. Вот я подготовила вот такие предсказания. Можно сделать какие-то веселые, юморные. В общем, это уже от фантазии зависит. Еще понадобится какой-то бокал или мисочка. Я сейчас объясню для чего. И еще вот я взяла такие формочки для кексов. Мы будем уже готовые печенки сюда класть, чтобы они там уже зафиксировались, остыли полностью. Но все по порядку. Доставать из духовки я буду по одной печенке. Остальные будут оставаться просто в теплой духовке, чтобы они были горячими. Потому что, как я уже сказала, если они остынут, то сложить нам их не удастся. Берем первую печенку. Вот она подзолотилась с краешек. Берем первое предсказание. Кладем посерединке. Лучше всего сейчас надеть перчатки, потому что очень горячие. Но как-то у меня не оказалось перчаток. Складываю вот так. Чуть-чуть прижимаем. И теперь берем и надеваем на стакан. И чуть-чуть вот так я посажу на стаканчик. Чтобы она вот так прогнулась. Вот так. А теперь, чтобы зафиксировать, как пельмешек получился. А теперь, чтобы зафиксировать, я уложу как раз формочку. Все, пусть тут остывает. А я за следующей печенкой. Так, опять поду предсказание. Складываю. Хотела сказать, что я не только выключаю духовку, но и оставляю ее открытой. А то они пересушатся. Тогда их уже свернуть будет сложно. И теперь аккуратненько надеваем. Раз, получается пельмешек. Надели и внутрь. И пусть он там теперь остывает. Следующий. Да, очень-очень нужны перчатки. Очень горячо. Так, не надеваю. И раз. И внутрь. Я хочу еще печенье украсить. Сделать таким совсем праздничным, нарядными. Хотя они вот так выглядят. Вполне очень симпатично. И так можно подавать. Но мне хочется каждое печенье, краешек обмакнуть в шоколад. И вот посыпать такой веселенькой посыпкой. Здесь у меня 40 грамм шоколада. Я его на маленькие кусочки поломала. Добавила буквально чайную ложку сливочного масла. И теперь отправлю в микроволновку. Буквально там секунд на 30, чтобы все это растопилось. Вот шоколад растопился. Два раза по 30 секунд получилось. Теперь беру печеньку, обмакиваю в шоколад. Лишнее вот так убираю чуть-чуть. И любой, какая нравится, посыпкой посыпаем. Можно орешками, кстати. Можно кокосовой стружкой. Кому что хочется. Опять обмакиваю в шоколад. И вот кружочками посыплю. Все печеньки сделаю таким образом. И потом уберу в холодильник. Буквально там минут на 10, чтобы шоколад окончательно застыл. Смотрите, какие красивые праздничные печеньки получились. Это только часть. Всего получается 16-18 печенок. Я посмотрю, что мне достанется. Ой, ой, ой. Коль, мне большая любовь досталась. Так, 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 так. Попробуйте приготовить замечательное веселое развлечение для новогодней компании. А я от всей души желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока, пока. Увидимся. Продолжение следует...